Пять лет лагерей, объявления врагом народа и выселения в Израиль нисколько не повлияли на чувство юмора поэта Игоря Губермана. Спасибо вам. Мы каждый раз с огромной радостью ходим с вашего концерта. Этими словами из когда-то полученной на выступление записки он начал творческий вечер в студии Екатерины Рождественской. Мы были знакомы, он приходил к нам домой и я очень люблю его стихи. Тут все вместе, давнишнее знакомство, дружба и с родителями. Я просто очень люблю его как человека и как поэта, как все вместе. Он приехал в Москву, я этим воспользовалась, хотя мы заранее это обговаривали за где-то полгода. Я приехал по делам. У меня сейчас, я только что, у меня были выступления на Украине, а сейчас я поеду по всей Восточной России, по Сибири и до Владивостока. Не согласились и прочитать здесь? Ну, я очень Катю люблю, уважаю, почитаю. Дикого она таланта баба, просто невероятного. Вход по приглашениям. Только самые близкие. Губерман, кстати, малые залы любит, но нервничает перед такими выступлениями больше обычного. Когда большой зал, ну, начиная от 200 человек до 1200-300, так тоже бывает, большой зал очень легко рассмешить и держать. А они все друг друга сами подпитывают. А вот так, когда сидит человек 30, очень тяжело. Впрочем, с этим залом проблем не возникло. При хорошей душевной погоде в мире все гармонично вполне. Я люблю отдыхать на природе, а она отдохнула на мне. Когда к нам денежки с небес летят, валясь у изголовья, то их, конечно, шлет нам бес. Дай Бог их приедет ему здоровья. У нас долгие годы преследовал какой-то рок такой. Вот я приезжаю в город, он из города уезжает. Я приезжаю на гастроли, подхожу к лифту, он из лифта выходит с чемоданом. На третий раз мы уже не удивились. Я на его выступлениях не был ни разу, поэтому спасибо огромное, что позвали. Мне вообще какие-то такие восторги привило и его, к его творчеству привило в виде любви, скажем так, моя сестра двоюродная. Вот у меня есть такая сестра, Лиля, которая просто обожает его, цитирует. У нее все книги, у нее всевозможные какие-то выступления, которые только она прям вот, ну просто абсолютно на память многое знает. И с таким большим восторгом всегда об этом рассказывает, что я как бы посредством ее эмоций вот тоже приобщилась к его творчеству. И очень рада, что я лично сегодня послушаю его непосредственно вот с его живой энергией, с его живым настроением. Я считаю, что это серьезное явление, даже не в поэзии, а в жизни, с которым стоит считаться и который уж если выпал такой шанс, стоит послушать. Прославившие Губермана Гаррики емкие четверостишие сам поэт называет стишками. К классикам себя не относит, в то, что верит что-то значимое, не верит. У меня мысли куцые, стишки короткие, маленькие, поэтому стишки, какие же они стихи. Стихи это длинные, поэмы, баллады, эпос, лоды. Это не стишки, это гениальные стихи, потому что уложить смысл, причем вообще всю фабулу, философию в четырех строчках, ну это невозможно. Еще при этом вычислить из нее юмор, ну это только гениальные люди. Полтора часа стихов о семье, любви, двух родинах Израиля и России и в финале о старости. Губерман посвятил ей немало Гариков, ведь, как он сам говорит, старости я еще очень многое могу, но уже почти ничего не хочу. И это несомненный плюс. Теперь я тихий, старый, мерен. И только сам себе опасен. Я даже если в чем уверен, то с этим тоже не согласен. Редактор субтитров А.Семкин